сегодня 22 июля 2016 года бетишки отправляются домой машина пришла водитель сергей тоже заинтересовался нашим лагерем снимал на камеру его там стоял да благословить его господь на пути вот первый выходит похоже на соню иначе тихоныч огород надежды васильевны там видно и вот тут заросло все прошлом году было много деревьев бульдозер все срезал он говорит что наши газели не пройдет даже здесь это спец машина пришла спец машина пришла вот воля так давайте я стал является домой брат ее родной это панамает храме михаил так собираются детишки девчонки как всегда задерживаются ну догоняют очень быстро такие невеселые беззаботные нестор в своем новом свитере тоже отправляется домой в город такие все счастливые довольны несмотря на все и вика в панчу идет о ком-то мексиканском или перуанском и в россии не одета как учительница средней школы похоже шести а чё тут велосипед собрал это твоя твоя штука ну все забирать либо пришла проводить видимо или просто мимоходом вот нам слава христа такое прадо автомобиль для всей семьи но какие мои хорошие вот они где потом разглядеть это твои вещи как много у тебя набраться было так люба твои покажешь даже не посылай отойдите на сторонку твои ну так почему они так вот раскиданы сейчас не будем разбираться сейчас бесполезно так как вот это можно сделать отойдите подальше жизнь продолжается своим чередом никита андреев и пёс господи слава тебе что живыми и здоровыми отправляем детей благослови родители дабы дети помнили что было сказано из святого евангелия услыши молитвы всех молящихся о нас дьявна милость твоя и чудо сохранилось благослови власти и всех гонителей наших в судный день не помяни их этого безумия дай детям добрый разум дабы они не растеряли то доброе что они слышали ежедневно были мирными между собой благослови шофера и транспорт дабы благополучно доставили родителей к родителям детей тебе слава за все отец сын и святой дух аминь ну идите прощаться будем каждый ну давай поцелуемся давай ну еще ну да стеснялась девушки мои ну давайте по одной сейчас подождите сначала сейчас давай иди сюда завозь и я подам тебе сумки вот как хорошо получилось вот сумка еще вот то ли сережки отдела уже приготовилась городу местом здесь сидите там спокойно дороги старайтесь молчать про себя молите дорога трудная так а тощи сапожки сейчас все уберем часть чтобы там не разобрались кому что под завязку как говорится это то дай адрес заехать пусть еще не заладится кому-то дождать детей то это вот которые продукты вот как помидоры деревенские хорошие никак не забрать это вот где ехать посмотрите это вот это по вещам вот этой женщины это приехать который я говорил она вам это вы хоть как мы возьмете не заладится то она женщина то всех примет она уже ждет это лично вам только помидоры чтобы не поняли здоровье вот видите как хорошо андрей берет на себя там что еще не знаю который машина заказала андрей на нашей машине то нельзя было как доверите на нас пройти сразу сигнал у вас есть наш телефон да? да у вас есть телефон сразу позвоните что доехали детей раздали ребятишки ликуют под ноги там что можно натолкать посмотрю может быть помидоры войдут там нет? помидоры а что не войдут может у нас тут ребятишки остаются еще пять человек а то у нас ничего нет видите как Господь благословил это Андрей Головащ позаботился видите как к восьми все как положено четко прошел он говорит что наш газель не прошла бы здесь вон она машет рукой а вон они что как отдыхали ну покажи-ка их видно нет? видно видно ну а помидоры можно вот эти я сейчас открою там вверх хорошо молодой подойди сюда нет ей прям на колени вот эта маленькая ведет да ну далеко есть да можно даже на колени хотят я сейчас детей спрошу чтоб слышно было так они собираются вчерашнего дня вы никто ничего не забыли? так все здоровы ну давайте с Богом на следующий год как Бог даст мы еще не знаем помолите чтобы у нас было все хорошо ой-ой-ой руку тянут мне ну замечательные мои ваш телефон у меня есть да 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 я не знаю спасибо Христос мы будем ждать ну ладно все я очень рад был не забыть ты мне понравился и помидоры да олеся 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 сколько Люба я не могу их отправить враги то торжествуют разогнали лагерь они не разогнали мы сами ушли полиция никакого вреда не сделала еще раз повторяю никакого они охраняли пугали пугали дети тут три дня блокированные сидели боялись выйти и батюшка сказал а почему боятся да вы так себя поставили они искали адреса детей задержать узнать адреса передают в уголовную розыск в уголовную розыск в Барнауле к краевой прокуратуре сказать вот куда а те идут к родителям и пишут им пакости всякие подпишите что с детьми вашими то и то делали чтобы против меня возникнуть уголовное дело а на лжесвидетельство подбивает а это уже уголовная статья сейчас будем обрабатывать материалы в генеральную прокуратуру потому что это абсолютно никуда люди написали уже заявление Медведеву то есть в начале по всей стране и во всем мире буквально сейчас идет волна эта люди назначили посты по три тысячи поклонов каждый день молятся представь себе какие и 50 и там православные все молятся лагерь которого надо брать пример 45 лет исполнилось и ни одного повреждения ни одной копейки не дали все дети целые здоровые уезжают вот эти приехали мальчик Миша и Оля Синько фамилия с собой пачку таблеток кровь идет из носа они не могут я говорю я не могу принять у меня правило определенное сдать или выбросить пробыли полный срок ни одной кровинки из них нету веселое все это лечебница земля ежедневные молитвы спокойно мне девочка понравилась очень хорошая Оля вот эта вот эта Оля мне понравилась понятно они у тебя ночевали да и по ней видно она воспитанная девочка давайте говорить у нее пятеро ребятишек а с шестым лежит в больнице малышки которые видишь как поехали будем сейчас молиться чтобы они благополучно дошли вот сегодня в Варнауле открывается суд против меня суд судья разбирают дело и что они хотят на меня же самое большое наказание штраф что у меня там медицинской книжки не было что от клещей не протравлено окрестно со клещей вообще ни одного нету что у кастрюли отбита маленькая эмаль доска разделочная не из того дерева то есть искали а мазки делали вот она берет мазок какой где-то но она не должна прикасаться к пробирку на исследование супу другое она сначала почесала за ухом сейчас мне пишут врачи пишут она говорит что делает то берет руками а потом берет так ты исследовать то будешь свои микробы свое ухо взяли суп кашу воду и все везде нарушения то есть грубейшие нарушения и при том они молчат какое исследование ничего нигде нету нету ни одного слова а что ни одного ну нарушила да они и новые указы издали новые и они может быть правильные но не до такого людоедства то дети из бедных семей сначала ограбили оживите по нормам богатых семей туалет должен быть там такой-то такой-то там с мрамором вода проточная у детей должно быть там по 9 квадратных метров на каждого ну че дури когда ты меня обобрал у меня 5600 рублей а они сейчас переводят это на общину что это община виновата и с нее 25 тысяч а общины ни рубля нету у меня 66523 рубля как на них жить ну они с пенсии снимут мне сейчас говорят потому что все сколько их ездило эту команду кормить надо и полицейские которые суточные спали здесь караулили и вот этих которых они набрали два пузатых таких полицейских подполковник им получка идет и они сказали батюшки а че в колхоз идти за полторы тысячи то работать а тут 15-20 ему идет здоровый парень лежит спит в машине а что они взяли ничего а зачем вы здесь ну нам дали указание мы стоим а что вам нужно то адреса людей этих которые здесь адреса а оттуда звонят приходят в прокуратуру и давят подпишите уголовное дело возбудить ну там видимо насиловали они за счетом написано органы изымали из них то есть невыносимые условия здесь были а дети не хотят уезжать все рассказала уезжать они поникли все мать пишет вы сделайте код ханем вчера мне звонит одна отпустите всех детей ну моих не отпускайте ну пусть побудут у вас хоть научиться варить суп мальчишка хоть научиться вот этот гвозди выправлять здесь настоящая жизнь я вот тут я говорю это в настоящий момент сегодня 22 июля 16 года 8 часов утра вот мы их отправили на остальные я сказал ни одна нога ребенка после понедельника 18 июля 22 00 когда дети полураздетые с постели подняты и бежали в степь а милиция снимала полиция и больше ни одна нога ребенка там не была даже что надо вот Володя все приносил и приносил Володя я говорю я говорю о Володе сейчас как сонный вот какие наши дела спасибо Христос вам за помощь деревенских вот тут поступило так у Игоря внезапно уезжают заберите детей я так ахну да куда же я их заберу когда уже распределили заберите мне нельзя здесь потому что я не местный ага я забыл что местные двое Володя это тогда понятно можно было сделать эти тоже в больницу едет Ирина заберите детей я то у меня голова кругом идет говорит как а куда я их а жители то тут раз два да общался княниле пошел одинокая серафима одинокая Нина все больные ничего нету они ну а куда я я чего как свои внуки хоть десять приедут я говорю а как же есть которые приемных детей берут а ты показала дело какие мы христиане нам тоже это урок дети стали ближе деревенским и мы друг друга маленько увидели я прихожу растерянный я говорю я могу это сделать здесь он Володя здесь поставим палатку где-то здесь среди комарья и дети будут здесь а вы будете смотреть ходить и жевать слезы свои но до этого не дошло было куда принять там у нас саманной спрашивает из Канады сейчас звонят что там такое творится как ничего не творится все благополучно нас фактически вот подписали в лагерь не заходить этого не было то есть они закрывают его но насилия над нами не было чтобы они хватали в других лагерях сажали в автобус в жару часами сидели не пить не давали детям закрывают подряд лагеря и в основном православные мусульманские они не тронут если тронут от них трухи не останется они 2 миллиарда двинут на них никакой полиции не хватит сожгут все цыган не трогают а православных может почему а мы такие полу-полу если бы были настоящие христиане мы бы молились мы бы искали где добро показать а получается одно название мне сегодня скинули там с украины там валентина пивень есть она не православная но она сто раз лучше православных она сочувствует она понимает она смотрит она молится группа молитвенные составили в Санкт-Петербурге молят передают друг другу круглосуточно и вот господь машина все раз звоню нету наша машина ни одна не угодно вот пошла машина внезапно я думаю как же быть то кто привозил то мне батюшка говорит а кто тебе как дети попали сюда да меня привозили я то стою это намек я сразу раз нажал Андрюша он купил пилу мне Андрюша эту электрическую механическую это там пока рассуждали он купил и прислал со всем амуницией вот как господь делает мы сделали что могли иш мои голуби тут дети просились на голубятню так и не сводил потому что вчера начали проситься а в это время девочки стали проситься купаться нам мальчики купаться есть с кем Владимир Яковлевич Юрьевич Галиндухин их который привез воспитатель а показалась Ангелина Устинова здесь я говорю ее в первую очередь надо пропустить она домой идет она огурчики принесла ну и она сходила с ними покупалась потому что с купающимися девочками должен быть женского пола кто-то не меньше 16 лет умеющий хорошо плавать а иногда и мужчина чтоб где-то в засаде был если крик поднимется чтобы выскочил бы иногда не некого было сопровождать девочек я ходил приду в крапиву лягу лежу на спине а они мимо еду покупались и меня забыли там я выйду нигде никого нет я не слышу как они идут разговаривать но все остались живы и опять ни одного повреждения самое главное могло на 10 дней раньше сегодня у нас 22 а 2 августа только закрытие было бы а раньше мы закрывали 28 августа мне советуют ролики выставлять про лагерь только осенью когда лагерь раздельется никогда такая мысль не приходила выходит у меня надежи на бога нет а против вас будет мое против меня я достоин того но если мое для славы божьей да будет так ну что пошли хлопцы спаси христос господи сохрани их там я сказал ему позвонить когда доедут спаси христос да ну пойдемте малыши давай так можно потом на одной соте я вот 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 я Продолжение следует...